Здравствуйте, Майкл говорит. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, посещая фото-выставку «Первые в космосе», заявил, что современная Россия, в отличие от СССР, является свободной страной, где каждый отдельный человек многое значит. А в Советском Союзе, цитата, «вся страна работала на космос, люди ходили в фуфайках, заработная плата была мизерная, с деревень колхозников не выпускали, паспорта не отдавали, но люди работали, понимая, что нужно строить социализм, затем коммунизм, ракету создали, космос стали осваивать, а жизнь людей, а бытовые условия, очереди, колбасы нет, мяса нет». Вот так сказал Спикер Викторович. Да. Играть на контрастах с прошлым – излюбленное занятие путинских политиков, которые провалили созидание настоящего и угробили задел на перспективу. Особенно бессмысленно с практической точки зрения такие слова звучат для огромного количества людей от 35 лет и младше. Они не помнят Советский Союз, они в сущности и не жили в нем. И разве им и их подрастающим детям должно быть легче, что когда-то давно люди существовали в условиях многочисленных запретов и тотального дефицита? Нет. Им от этого не легче жить и растить детей, учитывая, что они и сейчас существуют фактически в авторитарно-репрессивном государстве, где десятки миллионов нищих и бедных, а новости о том, что кого-то задержали, обыскали, арестовали по политической линии – самые частотные. Да, в СССР людям жилось не сладко, это правда, но это ни в коем случае не должно служить оправданием и мерилом успеха для текущей политики и политиков. Вы же идете сейчас по пути Советского Союза в холодной войне с Западом, и пункт назначения может быть таким же. А чего тогда не поиграть на контрасте с ГУЛАГом? Сказать, ну вот тогда сколько было политически заключенных, они без счета гибли на каторге от физического истощения и переохлаждения, и нынешние политзаключенные сразу так приободрятся, да, и врачей требовать перестанут. Можно Ивана Грозного вспомнить, когда за ребро подвешивали, да чего там. Можно и первобытные времена опомянуть и сказать, что тогда люди в России ходили в шкурах, зарплату не получали, сообщения в мессенджерах были только голосовые, а 30 лет считалось почтенным старческим возрастом. Как хорошо, что сейчас в России по-другому. А может поиграть на контрастах с примерами настоящего, со странами Западной Европы и Северной Америки и уровнем жизни людей там? Нет, в этой лиге мы не играем.